Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Продолжаю озвучивать большую статью Артема Чеклова. Четвертая часть. Итак, начинаю. Потому что покупаем одних иностранцев, которые, возможно, и не интересны нашим людям. Не экспериментируем с нашей молодежью, не даем дорогу молодым. Потому что меняем тренеров за сезон по несколько раз, которые, естественно, боятся рисковать и обновлять состав, потому что боятся потерять свое место в случае неудачного эксперимента. Потому что команды как единого целого нет, так как наши футболисты не сыграны, где-то даже вообще не уважают друг друга, а вдобавок к тому еще и симулянты, грубияны и высокомерные личности. Потому что до фанатов, болельщиков и зрителей нам нет дела, так как мы с этого не зарабатываем и не стремимся зарабатывать, так как денег у нас хватает, да и вообще нам без разницы, смотрят на нас или нет, так как это моя команда, что хочу, то и делаю. Сказать так они, конечно, не скажут, а вот если бы сказали, то были бы по крайней мере честны по отношению к нам, по тому, как более требовать мы не можем. Ведь все логично, я купил клуб, хочу выиграть чемпионат России и далее Лигу чемпионов. И то, как я это буду делать, не ваше дело. Я же не подписывался развивать российский футбол, не обещал повысить интерес и патриотизм страны тоже не являюсь, и патриотом страны, прошу прощения, тоже не являюсь. Так что делаю, что хочу. Так что предъявлять какие-либо претензии владельцам клубов мы просто не имеем права. Единственное, что мы можем сделать, а вернее не мы, а РФС, это двинуть ряд условий, но об этом чуть позже. Итак, владелец клуба, желающий выиграть чемпионат России по возможности Лигу чемпионов, использует для этого все необходимые ресурсы. Причем он не просто желает выиграть, а хочет сделать это как можно быстрее. Поэтому новый сезон, большинство команд начинают с новыми футболистами, преимущественно иностранными, и где-то новыми тренерами, которых в случае первых неудач тут же поменяют. Свежий пример. Не успел сезон 2013-2014 набрать оборотов, как уже своих постов лишились 4 тренера. Первым свой пост покинул Гус Хидинг из Анжи, затем Урал, расторгнут контракт с Павлом Гусевым, далее Крылья Советов лишились Гаджи Гаджиева, который перешел в Анжи, и последнего пока отстранили от должности Славолюба Муслина, тренера ФК Краснодар. Короче говоря, усиливаются. К слову скажу, что в советское время, если говорили, что команда усилилась, то это означало, что она прежде всего изменила стиль игры, сделала его сильнее, красивее, зрелищнее и качественнее, тем самым хорошо поработала над ошибками прошлого сезона. В наше время усилиться, это значит кого-то купить. Таким образом, первая и глобальная проблема развития нашего футбола вам налицо. Наемные иностранные тренеры и покупные иностранные футболисты. Если легионер, подписав контракт, играет без проблем, по большому счету, то у иностранного, как, впрочем, и у нашего тренера, далеко не все так просто. Тренер, подписывая контракт, стает абсолютно зависимым. В первую очередь, он зависит от владельца, далее от очков, от расположения в турнирной таблице, и в какой-то степени от футболистов. Почему тренер вообще становится зависимым? Да потому что, во-первых, большинство из них не обладает должным авторитетом. Да, кто-то где-то разок выстрелил. Но это не стабильность, это не авторитет, а чтобы заработать авторитет, нужно время. Владельцы не понимают того, что для полноценной работы тренера необходимо как минимум два года поработать в экспериментальных условиях, то есть подготовить почву для будущих побед. Не понимают того, что профессия тренера очень тонкая по своей натуре и требует прежде всего терпения, так как тренеру нужно из имеющихся футболистов сделать команду, как единое целое, что, по сути дела, очень сложно, так как приходится работать уже со сформировавшимися личностями, разными характерами, да еще и из разных стран. И какой бы ни был успех за плечами тренера, попадая в новую команду, все нужно начинать по-новому. Для того, чтобы подстроить под себя эти характеры, нужна власть, которая позволяла бы тренеру самостоятельно решать судьбу того или иного футболиста. А для того, чтобы у тренера была власть, нужен либо авторитет, заработать, который нет времени, а времени нет, потому что никто не будет ждать, пока ты там наладишь взаимоотношения, либо кредит доверия от владельца, что тоже под сомнением. Я думаю, что ни для кого не секрет, что самая основная обязанность тренера в профессиональной команде, это найти взаимопонимание с футболистами, потому что обучением, как таковым, никто не занимается. Все тренеры уверены в том, что работают с профессионалами, которые уже все умеют. Какие они профессионалы и что они умеют, это мы прекрасно видим. Но речь не об этом. Для налаживания хороших взаимоотношений тренеру нужно быть прежде всего хорошим психологом, а также обладать разносторонними познаниями, пусть и не углубленно. Если же этих познаний нет, то тогда они зависимы от своих знаний, которые при желании можно приобрести. Но, как мы видим, не у многих есть это желание. Так что печально наблюдать, как некоторые футболисты могут откровенно послать тренера, который ничего не может с этим сделать. Решает не он. А вот некоторые футболисты в сговоре могут решать, захотели и избавились от тренера, как, например, в Анжи избавились от Юрия Красножана или в Динамо от Сергея Силкина. Поэтому тренера, работая в условиях абсолютной зависимости, отсутствию необходимой власти, в отсутствии уважения, необходимых знаний, просто не могут себе позволить экспериментировать составом, подтягивать молодежь, чтобы она создавала конкуренцию, наигрывать ее в основе, тем самым развивать наш футбол. Понятное дело, что это не будут делать иностранные тренеры, даже если бы и была возможность. Зачем им это надо? А учитывая, что наших тренеров всего 6 в премьер-лиге за сезон 12-13, и позиции некоторых тоже довольно шатки, то и они этого делать не будут. Не будут смотреть игры дубля, молодежки, обсматривать потенциальную молодежь, в общем, не будут рисковать. Тут, как говорится, самому бы усидеть, не то что развивать. Тем более, зачем развивать, зачем искать у себя, если можно купить готового. А покупают, как правило, за границей, и, как правило, уже засветившегося игрока. Это поощряет владелец клуба, которому, как мы знаем, нужна быстрая победа, и это удобно тренеру, так как в случае неудачного приобретения он особо ответственности не несет. Только данный подход создает нашему футболу еще одну глобальную проблему. Большое количество легионеров. Они просто-напросто не позволяют претендовать на попадание в основу воспитанникам своих школ. Потому что даже при плохой игре легионера он все равно будет в команде. Пусть даже и на скамейке запасных, тем самым занимая место. Ведь вряд ли кому-нибудь из руководства захочется платить неустойку, ведь только так можно избавиться от неугодного футболиста. Ну или в крайнем случае ждать окончания контракта, что само по себе еще хуже. Поэтому конкурировать нашим ребятам с легионерами просто глупо, так как они застрахованы контрактом. Тем более, о какой конкуренции может идти речь, если легионера уже знает весь мир, а ты только-только делаешь первые шаги. Тогда, по идее, можно и нужно стараться конкурировать со старичками, то есть российскими футболистами. Но для этого нужно быть на виду у тренера основы, который, естественно, должен обращать внимание на молодежь и при случае тут же давать возможность играть. Но, как вы поняли, этого нет и вряд ли вообще будет при таком развитии. Отсутствие конкуренции среди наших игроков есть не что иное, как тупик в развитии. Поэтому многие, так сказать, состоявшиеся отечественные игроки не боятся потерять свое место и особо не утверждают себя тренировками, не занимаются повышением своего мастерства. А что еще хуже, могут себе позволить потребовать повышенные зарплаты, нарушить спортивный режим, неприятно жестикулировать в сторону трибун, хамить тренеру, хамить судье, в общем делать все то, за что при одном лишь таком случае незамедлительно нужно выгонять. Многие наверняка скажут, что они опытные футболисты, и без них никак. А в чем опыт, дорогие друзья? Время от времени попадать на международные турниры и бесславно оттуда вылетать, не преодолев даже групповой этап, единственное исключение Евро 2008. Это называется опыт. Да и вообще, футбол это не производство, где опыт приходит с годами, отсюда и повышение по служебной лестнице. В футболе все зависит в первую очередь от таланта, способностей, задатков, и то, как их раскрыли или не раскрыли в период начальной подготовки, 8-10 лет, как их развили или не развили на этапе специализации, 10-16 лет, и то, как все это закрепили или не закрепили в период спортивного совершенствования, 16-18 лет. Иначе говоря, весь этот опыт, о котором так любят говорить некоторые футбольные специалисты, оправдывая участие того или иного футболиста, должен быть сформирован еще до 18 лет. Или хотите сказать, что до 18 лет ребята не играют на международном уровне и поэтому им не хватает опыта? Уже с 10 лет начинают участвовать в подобного рода соревнованиях. Так что бояться сильной иностранной команды нужно перестать еще в детстве и стараться на равных с ними конкурировать. Только вот беда-то в чем? Что у нас до 18 лет формируют непонятно что, а уже после, если футболист попал в профессиональный футбол, он начинает восполнять все эти необходимые знания и то, постольку, поскольку. Поэтому и получается, что пик зрелости наших футболистов в основном начинается после 25 лет, когда уже, естественно, сложно прогрессировать. Хотя все это, опять же, зависит от личных качеств футболиста. Но, как показывает практика, личное качество наших футболистов желают оставлять лучшего. Нет конкуренции, нет и мотивации к самосовершенствованию. В мотивациях к самосовершенствованию это искусственно созданные условия, при которых футболист сам стремится повысить свое мастерство для того, чтобы не выпасть из состава команды или для того, чтобы добиться еще больших успехов на футбольном поле. Если бы Кержаков обладал чувством самосовершенствования или хотя бы был мотивирован к этому, он бы точно повысил свое ударное мастерство. Если бы то же самое было у Аршавина, он бы точно не сидел на скамейке запасных в арсенале. И так можно сказать почти про каждого сборника. А вот пример наличия у футболиста настоящего чувства самосовершенствования. Опять из советского прошлого. Наверняка многие еще помнят Григория Федотова, бесспорно великого советского игрока. Так вот он после изнурительной, двух с половиной часовой тренировки просил кого-то из товарищей по команде остаться и покидать ему мяч для отработки ударов с лету в воздухе. И пинал по сто, по сто пятьдесят раз. А ребятам говорил, что в нашем деле без труда, без многократного повторения, без доведения каждого приема до автоматизма ничего путного не получится. И этим трудом, и не какой-то удачливостью объяснялась его великолепная, умная, технически безупречная игра. Назовите хотя бы одного нашего футболиста, делающего сегодня то же самое, или по крайней мере думающего так. Уверен, что не назовете. А у молодых ребят нет этой мотивации, потому что, во-первых, их никто не мотивирует должным образом, а во-вторых, никто не обращает внимания. Поэтому, дойдя всеми правдами и неправдами до дублирующего состава, наши молодые ребята упираются в потолок из легионеров и незаменяемых старичков. На этом заканчиваю очередную часть большой статьи Артема Чуклова. Это четвертая часть закончилась. У меня все, господа. Редактор субтитров А.Семкин